Которые публикуются в открытых источниках, в отношении которого инвестор понимает, что какие-то направления регионам прорабатываются, он может по ним выступить с инициативой, предложить какие-то свои параметры по инвестиционным обязательствам, по объему закупок. С другой стороны, это для органов власти тоже ориентировано. Это живой документ. Он может раз в квартал актуализироваться с учетом принятых изменений. Вот разрешил Минфин централизацию, значит мы на новую отрасль посмотрели по-другому. То есть это такой живой инструмент, который должен позволять для себя руководить направление движения. Важный второй компонент, вот здесь во второй селе зеленый квадратик, это уполномоченный орган. На наш взгляд действительно держателем темы, координатором, таким основным драйвером должен выступать орган уполномоченной в сфере инвестиций. Этот объектив должен быть так. Но безусловно, основным инициатором закупки должен быть отраслиник. То есть на основе плана отраслиник должен проработать ряд параметров. Но эти параметры, кстати, в плане башкирском отфиксировали. Это рекомендуемый объем закупок, рекомендуемый объем инвестиций, точка локализации, требования по критериям отнесения товара российского производства. То есть там есть набор показателей, я думаю, коллеги, когда опубликуют планы, сможете с ними ознакомиться. Который мы можем проработать сами, а даже для этого не нужен инвестор. А дальше уже группа инвесторов должна предлагать свои корректировки по этим условиям. И тогда рождается уже требование к аксетным контрактам. Максим, я предлагаю, что все те, кому интересно, как дальше правильно выстроить степорядок, подойдут лично к Максиму после сессии. Обсудят это. Последний. Вот здесь неразукрашенный квадратик, который самый важный. Это межведомственная комиссия с участием разных проявок, которая должна принимать решение о запуске конкретных аксетов. Только через межведом эту проблему можно решить, как по ЧП, так и аксетов. Вы можете это, в принципе, сделать. Да, спасибо, Максим. У нас два последних спинга.